Всем привет, ребята! Как вы знаете, я уже много лет снимаю обзоры разных интересных вещей. И у меня уже собрались целые коллекции всяческих штуковин. И сегодня я хочу вам показать свою коллекцию магнитных неокубов. Погнали! Итак, начнем мы с обычных маленьких неокубов, а потом перейдем к огромным царь-неокубам. Классический неокуб продается вот в такой вот упаковке и представляет из себя фигуру в виде куба, сложенной из шариков магнитов. В данном случае это шарики диаметром 5 мм, но бывают неокубы с шариками других диаметров. Здесь 216 шариков. Это легко проверить, если перемножить 6 на 6 и на 6. Получится 216. А вот тоже неокуб из шариков диаметром 5 мм, но он меньше, потому что стороны у него не по 6, а по 4 шарика. Поэтому здесь всего 64 шарика. Обратите внимание, что шарики у этих неокубов отличаются по цвету. Если это светлый хром, то здесь темный хром. Видите разницу? И еще в моей коллекции есть неокуб цвета золотой хром, а также цвета зеленый хром. Каждый цвет по-своему классный, правда? Напишите в комментариях, какой из этих цветов вам нравится больше всего. Кстати, в моей коллекции есть неокуб с шариками диаметром не 5 мм, а, по-моему, здесь 3 мм. Это красный хром. Посмотрите, если сравнить здесь 6 на 6 на 6 и здесь тоже самая сторона по 6 кубиков, но этот неокуб гораздо меньше. По-моему, здесь диаметр 3 мм. Ну, это слишком уж маленькие, им не совсем удобно играть, потому что сложно такие маленькие шарики соединять. Самый оптимальный размер, это, наверное, все-таки 5 мм, может быть, даже чуть больше. Кстати, давайте я вам покажу, как собрать неокуб обратно, если он у вас разломался на примере вот этого небольшого неокуба. Например, смотрите, вы его раз и поломали, и у вас получилась вот такая вот бесформенная кучка шариков-магнитов. Что же делать? Тогда нужно их выстроить в длинную такую цепочку. Кстати, прикольная очень штуковина. Можно делать какие-то, я не знаю, браслеты. Опа, вот так вот. И носить в виде браслета. Ну, сейчас не об этом. Давайте сейчас покажу, как делается неокуб. Итак, мы помним, что сторона у нас идет 4 шарика. Тогда мы берем, отсчитываем 4 шарика, соединяем и склеиваем. Раз, два, три и четыре. И откусываем. Затем это нужно распрямить на столе. Получили вот такую вот фигурку. Затем точно также доделываем еще 4 такие фигурки. Теперь их нужно соединить вместе. Для этого я обычно использую какую-то пластиковую карточку, но не банковскую с магнитной полосой, потому что вы можете ее испортить магнитами. Итак, берем эту фигурку, кладем вот сюда вот снизу, прижимаем пальцем и сверху прикладываем вторую штуковину. Смотрим, если у нас ага, видите, немножечко кривовато, значит, полярность не совпала, значит, нужно забрать, перевернуть и положить еще раз. Оп, теперь видим, что все красивенько, ровненько совпало. Теперь можно сдвигать карточку и все слипается идеально ровно. Кладем сюда и сверху кладем, оп, в этот раз, по-моему, полярность совпала. Сдвигаем, и все опять красиво склеивается, и затем кладем четвертую ага. Видите, немножечко пошел сдвиг, значит, нужно все-таки перевернуть вот таким образом. Теперь все стало прекрасно. Опача! И все, смотрите, фигура у нас готова. Просто красота! Ну и, конечно же, из этих шариков можно складывать не только куб, но и множество других фигур. Я, кстати, могу снять отдельное видео на эту тему и поскладывать разные фигуры. Если вы, конечно же, этого хотите, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, а моя задача сегодня показать вам свою коллекцию. И вот следующий экспонат этой коллекции. Это тоже неокуб из шариков... Ой, что-то он застрял. Диаметром тоже 5 мм, хотя у него есть одна небольшая особенность. Он не хромирован, он покрашен специальной краской, фосфорной краской, которая светится в темноте. Давайте поднесем его поближе к лампе освещения и поддержим какое-то время, пускай он напитается светом. И теперь, если мы зайдем в ванную, где можно сделать полную темноту, то мы увидим вот такую завораживающую картину. Вы только посмотрите на это. Класс! Фосфорный неокуб. Это что-то необычное. О, кстати, если подойти к зеркалу, смотрите. Два неокуба рядом. Класс! Ну, не бомба ли? По-моему, бомба. О, кстати, ребята, а можно взять этот неокуб, разломать, размять и вытянуть шарики в цепочку. Даже нет, лучше сделать двойную цепочку. Вот так вот. И потом нацепить это на запястье, как браслет. Вот так вот. И теперь давайте снова зайдем в ванную, где у нас полная темнота. И вау, посмотрите, как круто. Ой, правда, снизу не очень набрало света, но сверху посмотрите. Класс! Фосфорный браслет. Вот это бомба! Можно делать всякие такие светящиеся штуковины. Ну, и теперь давайте соберем обратно все эти светящиеся шарики в Neocube. Буквально за 10 секунд в режиме таймлапс, чтобы не затягивать это видео. Вот так вот, раз-раз-раз-раз. И вот он снова готов в Neocube. И можно положить его на место в коробочку. Кстати, ребята, у меня только что родилась идея. А что, если соединить вместе эти 4 Neocube? Посмотреть, что получится. Давайте снова используем карточку на всякий случай, если вдруг что-то пойдет не так, чтобы мы могли рассоединить. Вроде бы нормально. Вынимаем аккуратненько карточку. И кубики собрались. Вау! Это уже что-то прикольное. Теперь давайте возьмем зеленый и золотой. Вынимаем карточку. И все соединилось. Вау, ребята, смотрите, как прикольно. Такой получился не куб, а какой-то башня, нео-башня, нео-параллелепипед какой-то. И теперь давайте попробуем соединить их вместе. Так, снова используем нашу предохранительную карточку. Оп! Оп! И да, смотрите, вот это бомба, слушайте, получилась. Да, если бы было еще 4 куба, мы их соединили бы вместе, и получился бы такой куб 12х12х12. Крутецкая штука, вы только посмотрите. Он такой, знаете, тяжеленький в руках. Такое приятное ощущение. Класс! Просто бомба! Ой, смотрите, видно другого цвета шарик немного. Ну, еще, ребята, есть также нео-кубы из кубиков, а не из шариков. И они также есть у меня в коллекции. Вот так вот они выглядят. И они очень, кстати, просто разбираются, собираются. То есть это не такая сложная фигура, как из нео-кубий из шариков. У меня их есть целых 4 штуки. Смотрите, вот они, ребята. Красиво они очень выглядят, знаете. Так что вот такая вот штука. Кстати, можем попробовать также соединить их в какой-то один... О, видите, не сошелся. Здесь ничего сложного. Раз, просто взяли вот так вот и разорвали. Тогда другой стороной давайте. Чик! Есть или не есть? Короче, они гораздо проще разбираются. Так, сейчас, секундочку. Опа! Сглазил, сказал, что проще, а получилось, что не проще. В итоге я все-таки собрал эти 4 нео-куба. И у меня получилась вот такая дивная переливающаяся офигенно красивая фигура. И очень тяжелая, кстати. Ну и давайте пока отложим маленькие нео-кубы и перейдем к царь-нео-кубу, который у меня уже сложен в сложенном виде в коробке, потому что его довольно сложно складывать, он постоянно разваливается. Это нео-куб из шаров диаметром 25 мм, посмотрите. А тут, видите, 4х4х4. И сейчас я его достану так, чтобы не развалить. Ой, надеюсь, он не развалился. Открываем и смотрим, что у нас тут. Вау! Это проставочка. Офигеть! Вы посмотрите, он все время старается распасться, этот нео-куб. А знаете почему? Потому что такие большие шарики, которые мне удалось купить, я их покупал отдельно, это не был нео-куб. Они не делаются очень сильно магнитящимися, потому что люди могут просто поломать себе, поранить пальцы, когда будут их собирать. У них немного слабее магнитная сила, поэтому он не очень сильно хочет держаться. Но мне удалось все-таки собрать такое огромное нео-кубище. И, кстати, ребята, давайте пока его отложим в сторону. У меня еще в коллекции есть вот такие вот очень классные шарики. Сейчас я их достану. Смотрите, градиентовские. Вынимайся, здесь даже есть инструкция. Вы только посмотрите на это, как они переливаются. Это тоже магнитные шарики. Они продавались вот в таком вот тубусе. То есть это не нео-куб, но я хочу попробовать сделать из них нео-куб. Вот у меня еще есть такие шарики. И это просто бомба. Класс! Вы только посмотрите на это, у меня в глазах двоится. К этим шарикам есть инструкция. Здесь нарисовано, сколько можно делать разных необычных фигур. И крест, и какие-то полупирамиды, еще что-то. Даже шар можно сделать, посмотрите. Но здесь нет нео-куба. Но я попытаюсь сделать из этого нео-куб. Итак, ребята, поехали собирать нео-куб из этих прикольных градиентных шаров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, ребята, пришлось постараться мне, конечно, помучаться, но в итоге я собрал этот нео-куб 5 на 5 на 5. И посмотрите, какой он классный. Какие-то необычные шары. Они прям градиентные такие, смотрите, переливаются. Просто класс, правда? Кстати, смотрите, этот нео-куб, хотя и меньше вот этого, но этот большой было проще собирать эти большие шары. Здесь всего 4 на 4, а здесь 5 на 5 на 5. И это было гораздо сложнее. Но он тоже очень крутой. Вообще каждый нео-куб по-своему прикольный. Вот такая вот, ребята, у меня коллекция нео-кубов разных, от маленьких до огромных разных цветов, разных размеров, разных диаметров, разной формы, даже из кубиков. Ну, короче, коллекция, по-моему, очень даже неплохая, даже светящаяся есть. Если вам понравилось, обязательно оцените лайком. Ну, и напишите в комментариях то, что я вас спрашивал, хотите ли вы отдельное видео, где я буду складывать разные фигуры из нео-кубов. Если да, то я обязательно сниму это видео. Ну, а я с вами прощаюсь. На сегодня все. Всем хорошего настроения. Пока-пока!